Видишь, ямку у тебя получился. Что это значит? То, что либо сильно надавил, либо у тебя рука дергалась. Так в школу 126 с 1 сентября вернулись уроки труда. И не только в 126-ю. Во всех школах края возобновили обучение практическим трудовым навыкам. Несколько лет назад труды заменили уроком технология. В его рамках изучали только теорию. Мне очень нравится. И мне нравится сама работа, сама практика. Как думаешь, тебе в жизни эти занятия пригодятся? Да, пригодятся. Я считаю, что это очень интересно, потому что это дает возможность научиться делать что-то своими руками. И дает жизненный опыт. Сейчас программа считана больше на индивидуализацию ребенка. Сейчас есть выбор профессии. Мы взяли программу с робототехникой, потому что наша школа позволяет. Кроме обязательных модулей, каждая школа дополнительно может выбрать изучение определенной программы. Например, в сельской местности можно заняться животноводством. Кстати, по желанию девочки могут работать за станком, а мальчишки заняться готовкой или шитьем. Услышала, что все припасается? И начинаешь. Источник финансирования – это краевые и федеральные бюджеты. У нас есть такая статья расходов, учебные расходы. На них мы приобрели станки традиционного формата – свирильные, токарные, швейные машинки и так далее. А вот то оборудование, которое вы видели современные – 3D-принтеры, лазерные резки и прочие вещи – это мы приобрели в рамках национального проекта. За возврат трудового воспитания активно ратовали депутаты Краевого Заксобрания. Председатель АКЗС Александр Романенко неоднократно выступал с продвижением инициативы на федеральном уровне. Это сложно, потому что мы за эти годы и потеряли и материальную базу, школу, и, что грех оттаить, потеряли и кадровые. Надо же сегодня иметь кадры, чтобы трудовое воспитание в самых разных аспектах производить. Но я думаю, что мы это все пройдем и все это будет. По словам спикера парламента, 85% школ края уже должным образом оснащены для проведения таких уроков. Снабдить необходимым оборудованием остальные 15% планируют к 2025 году. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.